Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я сделаю подробный обзор и тестирование источника бесперебойного питания Smart OOPS модели SU-A500PDRI от Schneider Electric или которая купила-приобрела компанию APC. Источник бесперебойного питания в сокращении имеет аббревиатуру EBP. Если же взять английское обозначение, то это будет выглядеть как OOPS. Таким образом, эти два обозначения абсолютно равносильны. Как говорится, он же EBP, он же OOPS. Источник бесперебойного питания является линейно-интерактивным, то есть с функцией стабилизации входного напряжения. Но к этому я еще вернусь чуть позже. А пока рассмотрим его внешний вид и технические характеристики. После этого проведем ряд испытаний и все измеренные параметры сравним с параметрами, заявленными заводом-изготовителем. Итак, поехали. Вот его внешний вид и габаритные размеры. То есть ширина у него 362, высота 148 и ширина 171. Данный источник бесперебойного питания предназначен в основном для ответственного оборудования. Например, для питания серверов, центров обработки данных, систем связи и прочих стратегических важных объектов, которым предъявляются повышенные требования к питающему напряжению и его бесперебойности. Установить данный ИБП можно как на монтажную панель, вот для этого есть 6 отверстий, вот с другой стороны, так и на Динрейку. Только учтите, что данный блок питания достаточно тяжелый и вместе с аккумуляторными батареями весит более 12 кг. К данному источнику бесперебойного питания идет комплект из двух необслуживаемых герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с загущенным электролитом. То есть вот тип APC, RBC-135. Здесь установлено два аккумулятора, которые соединяются между собой последовательно и вставляется это все вот в такой специальный отсек. Дальше закрывается крышкой и закручивается двумя винтами. К аккумуляторам был приложен отчет о проведенных испытаниях. Роспись, когда было приведено замер, во сколько, какие операции выполнялись и тому подобное. К данному источнику бесперебойного питания также можно подключить внешние аккумуляторы марки APC и RBC-136. Для этого в комплекте идет соединительный кабель и два пластиковых одноразовых компенсатора натяжения. Вот этот соединительный кабель. Это разъемы для подключения к аккумуляторам и к ИБП. Здесь в комплекте два пластиковых компенсатора натяжения. На боковой стенке ИБП и на его дне корпуса имеются специальные перфорированные заглушки для ввода соединительного кабеля. Срок службы аккумуляторов составляет около 3-5 лет, хотя это, скорее всего, зависит от конкретных условий эксплуатации. Замену аккумуляторов можно производить, не отключая ИБП от сети. То есть, открыли данный отсек, отключили разъем, вытащили старый аккумулятор и вместо него установили новый, соединив все в обратной последовательности. Скажу об основных характеристиках данного источника бесперебойного питания. Остальные все характеристики вы можете посмотреть на официальном сайте. Итак, номинально-входное напряжение 220-240 Вольт, частотой 50-60 Гц. Диапазон входных напряжений может варьироваться от 160 до 280 Вольт. Номинальная выходная мощность 500 Вольт Ампер или же 325 Ватт. Номинальное выходное напряжение 230 Вольт или же устанавливается пользователем либо 220 Вольт, либо 240 Вольт. Максимальный ток, максимальный выходной ток нагрузки 2,7 Ампера. Линейно-интерактивный тип, то есть данный ИБП имеет линейно-интерактивный тип, Line Interactive. Форма напряжения синусоидальная, КПД более 94%, это хороший показатель, и гарантия 2 года. К источнику бесперебойного питания, так же как и к аккумуляторной батарее, был приложен отчет о проведенных проверках и испытаниях. Вот такая вот бумажка. И как видите, все проверки он прошел успешно. Эта кнопка включения нажимается кратковременно, один раз. Также эта кнопка используется для проведения ручной самодиагностики ИБП. То есть это же вот на ней написано кнопка включения и кнопка тест. Для этого кнопку включения необходимо удержать, необходимо нажать и удержать примерно 2-3 секунды. Но помимо ручной самодиагностики, ИБП в автоматическом режиме выполняет самотестирование при каждом включении, как вот вы сейчас наблюдали. А так же через каждые 2 недели, интервал автоматического тестирования можно изменить в настройках через программу, но об этом я расскажу чуть позже. У данного ИБП также имеется функция холодного запуска. То есть, если напряжение питания полностью отсутствует, то можно включить ИБП и запитать подключенное оборудование от аккумуляторов. Делается это аналогично, то есть с помощью кнопки включения. Ну вот, давайте покажу как сделать ручную самодиагностику. Удерживаем, нажимаем, удерживаем немножко, 2-3 секунды, вот пошла самодиагностика. Это кнопка отключения. То есть, для отключения ИБП нажимаем ее один раз, блок отключается. Пробежимся по индикаторам. Первое. Режим работы ИБП от сети, то есть нормальный режим работы. Если этот зеленый индикатор горит, то значит ИБП осуществляет подачу напряжения в сети к подключенному оборудованию. Так сказать, это нормальный режим. Повышенное напряжение в сети. Данный индикатор обозначает то, что в сети повышенное напряжение, а ИБП снижает его до номинального значения. Сделать такой тест в домашних условиях в данный момент у меня нет возможности. Поэтому идем далее. Третье. Пониженное напряжение в сети. Здесь все с точностью до наоборот. Данный светодиод символизирует о том, что напряжение в сети снижено, а ИБП повышает его до номинального значения. Четвертое. Режим работы ИБП от аккумуляторов. А вот сейчас увидите. Как раз в режиме самодиагностики. Вот он. Сейчас работает блок от аккумуляторов. Этот оранжевый светодиод символизирует о том, что подключенное оборудование питается исключительно от аккумуляторной батареи. Это бывает в том случае, когда напряжение в сети составляет ниже 160 вольт или полностью отсутствует. Перегруз. Красный индикатор перегруз символизирует о том, что к выходу ИБП подключена нагрузка, превышающая его номинальную мощность. Напомню, что мощность, номинальная мощность данного ИБП составляет 500 вольт ампер или же 325 ватт. Замена и отсутствие аккумуляторов. Данный индикатор символизирует о том, что АКБ необходимо заменить или она отключена. Хотя без аккумуляторов ИБП даже и не включится. Диагностика напряжения питания. С помощью этих пяти зеленых индикаторов можно определить величину напряжения в сети. Для этого нужно включить режим самотестирования, то есть нажать и удержать кнопку включения теста. Через несколько секунд на соответствующем индикаторе отобразится уровень питающего напряжения. На лицевой панели отсутствуют надписи. Но они имеют следующую последовательность, начиная с верхнего. 266 вольт, 248 вольт, 229 вольт, 210 вольт и 191 вольт. То есть эти индикаторы отображают напряжение между выведенным значением и следующим большим значением. Но в данный момент они показывают заряд аккумуляторной батареи, а когда мы уходим в режим самодиагностики, вот он моргнул, то есть говорит о том, что напряжение в сети составляет более 229 вольт. Также с передней стороны ИБП имеются две клеммные колодки для подключения питания. Слева подключается питающее напряжение сети, а справа подключается выходное напряжение, которое составляет 230 вольт. Кстати, с помощью программы можно изменить выходное напряжение с 230 вольт на 220 вольт или же на 240 вольт. Клеммы четко подписаны и ошибиться в подключении здесь проблематично. Но тем не менее уточню. L1 это фаза L2 или N это 0 или фаза при линейном напряжении 220-240 вольт и земля, то есть защитный проводник сюда подключается защитный проводник PE. Ну, как видите, цветовая маркировка проводов соответствует требованиям ПОЭ. Ну, и здесь аналогично L1 или L2 N то же самое. Для примера подключил модульную розетку. На внешней лицевой панели также имеется синий порт выходных контактов Smart Slot на 8 клемм. Он необходим для того, чтобы с ИБП выдавать различные сигналы. Например, при низком заряде аккумуляторной батареи или же при переходе бесперебойника в режим питания от аккумуляторов. С этих контактов можно вывести либо звуковую либо световую сигнализацию для оповещения персонала и тому подобное. Главное это учитывать ток выходных контактов, который не должен превышать 1 А. В принципе, вполне достаточный ток для выполнения подобных функций. Как это осуществить? В комплекте идет вот такой специальный разъем с винтовыми зажимами. он и вставляется в данный разъем в этот самый порт. А там уже в зависимости от ваших потребностей задействуются необходимые пары контактов. Учтите, что все выдаваемые пары сухие, то есть без напряжения. например, я хочу, чтобы при переходе без перебойника в режим работы от аккумулятора у меня загоралась красная лампа. Ну, или просто лампа. Пожалуйста, подключайте на контакт, на нормально открытый контакт 7-8 лампу и готово. Вот при низком заряде аккумулятора тоже можно выдать. То есть используйте любой необходимый вам контакт. Также с помощью клемм 1-2 можно перевести блок в режим аварийного выключения питания, то есть режим EPO Emergency Power Off. Это значит, что я могу дистанционно выключить подключенное к бесперебойнику оборудование, не переводя его в режим питания от аккумуляторов. Данную функцию можно применить, например, при пожаре, то есть завести системы пожарно-охранной сигнализации сухой контакт на аварийное отключение и бесперебойника. С интерфейсом EPO я еще сам толком не разобрался, поэтому подробностей больше подробностей сказать не могу. Также рядом с последовательным портом выходных контактов имеется последовательный порт с помощью этого порта можно соединить компьютер с бесперебойником, а затем с помощью специальной программы, которая идет в комплекте, контролировать состояние сети, управлять различными настройками бесперебойника и тому подобное. Кстати, кабель для связи с компьютером идет в комплекте. комплекте в комплекте в комплекте хотел бы обратить внимание, что стандартный кабель последовательного интерфейса COM не подойдет. Нужно использовать данный кабель из комплекта. Ну вот диск с установочной программы Power Chute Business Edition. Для перехода в режим настройки необходимо подключить бесперебойник компьютеру. Для этого в комплекте имеется кабель последовательного интерфейса, про который я только что говорил. Затем необходимо на компьютер установить программу Power Chute, которая также идет на диске в комплекте с бесперебойником. Вдаваться в подробности пользования программы я не буду. Там все интуитивно понятно. Единственное скажу, что там можно настроить пороги минимального и максимального напряжения, время отключения компьютера при переходе без перебойника в режим работы от аккумуляторов, звуковую сигнализацию и прочие полезные функции и настройки. Также там в реальном времени можно наблюдать параметры питающей сети, заряд аккумуляторов и тому подобное. первым делом мне хотелось бы снять оциллограмму выходного напряжения при нагрузке в пределах номинального значения, то есть не более 500 вольт ампер или 385 ватт. Вот к выходу бесперебойника я подключил модульную розетку, к ней подключил компактную люминесцентную лампу мощностью 35 ватт и сюда же на выводы розетки подключил цифровой циллограмм. Включаю бесперебойник. Итак, что мы видим? Выходное напряжение составляет 235 вольт и мы видим форму синусоиды, то есть дан сейчас бесперебойник работает непосредственно от сети. но нам интереснее будет снять оциллограмму на выходе бесперебойника при работе от аккумуляторных батарей и в особенности зафиксировать синусоиду в момент перехода на данный режим. Теперь это сымитируем. Отключаю питание сетевое. То есть видите, форма синусоиды не меняется. зафиксировать время перехода мне не удалось. То есть переход либо настолько мал, что я его просто не могу зафиксировать. Хотя у подобных типов бесперебойников оно составляет порядка 50 миллисекунд. это просто отличный результат. Если честно, то я даже не ожидал увидеть такую идеальную синусоиду. То есть это практически чистый синус. Я ожидал, что форма синусоиды будет иметь прямоугольную форму. Ну или как говорят там меандр. Так как мне не получилось зафиксировать время перехода, с режима работы от сети на режим работы от аккумуляторов, то я записал с помощью этого же оциллографа я зафиксировал минимальное и максимальное значение напряжения в момент перехода. Я заранее сделал запись и открою сейчас из памяти. седьмая ячейка. Вот. Вот. Я когда делал запись, напряжение у меня на выходе было 232,2 вольта, а минимальное зафиксированное напряжение, то есть напряжение просадки в момент перехода, ну вот, кстати, вот он график, зафиксировалось как 228 вольт, а напряжение максимум состояло 243,2 вольта, то есть ну, среднее напряжение так и было, составило 232,2 вольта, вот, по этому графику. Таким образом можно сделать вывод, что переход из нормального режима работы в режим работы от аккумуляторной батареи настолько мал, что его не удается зафиксировать даже осциллографом. В момент переключения режима от сети на режим от аккумуляторной батареи не наблюдается резких скачков и снижений напряжений, а форма синусоиды остается просто идеальной. Рассматриваемый бесперебойник является линейно интерактивным, то есть с функцией стабилизации входного напряжения. Вот примерная структурная схема. Бесперебойник состоит из фильтра, инвертора, устройства контроля и отслеживания сетевого напряжения. Ну и также батареи аккумуляторов. Принцип работы следующий. При некотором снижении или повышении входного напряжения в пределах от 160 вольт до 280 вольт, напряжение на выходе, то есть на нагрузке остается неизменным 230 вольт. Это достигается за счет того, что внутри бесперебойника имеется автотрансформатор с несколькими ступенями переключения обмоток. Поэтому наш интеллектуальный бесперебойник до последнего пытается переключать обмотки и переходит на работу от аккумуляторов лишь в самый последний момент. Естественно, что позволяет что это позволяет значительно экономить заряд аккумуляторов и включать их лишь при глубоком снижении напряжения или его отсутствия. А вот здесь можно было бы поэкспериментировать. Идеально бы для имитации снижения напряжения использует лабораторный автотрансформатор. Как я обычно делаю в своих других видеороликах. Но в настоящее время тесты провожу в домашних условиях, поэтому лабораторного трансформатора в наличии у меня нет. Поэтому данный эксперимент, данную проверку провести не удастся. Произведем замеры времени работы бесперебойника от аккумуляторной батареи и сделаем это при мощности порядка 100 110 ватт. Я подключил сюда к выходу бесперебойника телевизор. Вот у него мощность в данный момент можно наблюдать. она плавающая 135 ватт уменьшается до 100 примерно вот так. И то есть видите 114 107 109 ну примерно возьмем 100 110 ватт. В данное время у нас аккумуляторы полностью заряжены все отключаю напряжение сети и включаю секундомер поехали ИБП перешел на режим работы вот аккумуляторных батарей. Примерно по графику бесперебойник должен протянуть порядка 40 минут может быть больше чуть меньше постоянно издает такие вот звуковые сигналы идет 33 минуту даже почти уже 34 бесперебойник начинает беспрежимно сигналить заряд батареи практически уже не остался нагрузка у нас прежняя 100 110 120 ватт я думаю что скоро отключится решил проверить уровень напряжения уже на издыхании аккумулятора подключился сюда же идет 36 минута синусоида немножко поменяла свой свою форму более прямоугольная напряжение все еще в норме 230 вольт стало синусоида более прямоугольная меняется ее форма в зависимости оп отключилась отключилась нагрузка отключилась все то есть получилось у нас 37 минут ну 37 минут в принципе это соответствует заявленной временной характеристики заводов производителя при появлении напряжения в сети бесперебойник автоматически переключается на питание от сети и идет сейчас восстановление заряда аккумуляторной батареи в этом видеоролике я вам озвучу достоинства данного источника бесперебойного питания и в завершении видео я хотел бы затронуть и его недостатки а к недостаткам скорее всего можно отнести это его стоимость ее кстати лучше уточнить непосредственно у производителя естественно что для домашних нужд нет необходимости в приобретении именно такого бесперебойника но для промышленного оборудования с высокими требованиями по надежности и форме выходного напряжения он будет вполне уместен еще бы из недостатков я бы отметил отсутствие ЖК дисплея с возможностью производить настройку параметров данного бесперебойника непосредственно с экрана без подключения его к компьютеру ну и также не совсем привычно видеть подключение с помощью клемм обычно домашние бесперебойники выполнены сразу с несколькими выходами под именно под вилки то есть в виде розеток на этом пожалуй все вот такой получился небольшой обзор кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч субтитры